Встреча с нас отходят военные годы лихолетия, но слова победы в далеком 45-м не меркнут в народной полиции. Митинг, посвященный 74-летию из победы над фашистской темой, открывает электро государственно-профессионально-обладательного учреждения Сыктывкарский медицинский колледж имени Ивана Павловича Морозова, Вера Анатольевна, Филипенко. Уважаемые студенты, педагоги, коллеги всей системы здравоохранения, мы снова вместе, как всегда, сегодня по имя победы воевых праздников. Конечно, вне пани в военной медицине сейчас очень ценно для нас. И вы все помните, осенью мы открыли совместно все несомненные усилия без памяти. А сегодня мы здесь празднуем нашу победу в Великой Отечественной войне. Завтра впервые в республике, в торжественном марше, на параде победы, будет участвовать военный медицинский отряд в составе студентов медицинского колледжа и преподавателей. Это честь, это символ военной медицины, который ввести огромный вклад в нашу победу, в наше будущее. ПЕСНЯ 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 Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ваше посещенство. Сегодня действительно мы здесь сопрались на кануне нашего великого праздника, пожалуй, самого главного праздника страны, Дня Великой Победы. Я уверен, что большинство из вас завтра пройдут в бессмертном полку, отдавая дань нашим погибшим героям. Ну а сегодня, собственно, мы собрались впервые около нашего мемориала, который посвящен всем медицинским работникам, павшим в боях не только Великой Отечественной войны, но и других воин, в том числе локальных. Но сегодня, на кануне праздника, мы чествуем, конечно, тех героев, которые погибли в Великой Отечественной войне. И сегодня мы попросили, мы осветим наш мемориал. Я думаю, что это правильно, это по-русски, по-христиански. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим праздником. Добра вам сил и здоровья. Спасибо. Сложно переоценить вклад медиков в победу во время Великой Отечественной войны. Каждый советский человек старался приложить максимум усилий, чтобы прогнать фашистских захватчиков с родной земли. Врачи и медицинский персонал не стали исключением. С первых дней войны они спасали бойцов, не жалей себя, вытаскивали раненых с поля боя и оперировали по нескольку суток без сна. Все это для достижения одной цели – победы. Субтитры сделал DimaTorzok